И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, который связан, безусловно, с нашими постоянными игровыми видеороликами. Я даже чуть-чуть немножко подсел, что-то подзабыл, что я хотел сказать. Конечно же, это игровые видеоролики. И сегодня у нас, наконец-таки, наконец-таки видеоролик, который связан с супершим, нереальнейшим Мамонтом Legacy. Вы, я уверен, просто ждали уже, когда он появится, когда появится этот Мамонт Legacy, который я получил, который я набил в наших любимейших челленджах. И сегодня, наконец-таки, он появляется и появляется, как вы думаете, на какой пушке? Конечно же, на лучшей пушке в нашей любимейшей игре, и это рельса. С устройством Scout играть, я думаю, что было бы как-то, ну, в какой-то степени уже привычно, неинтересно. Нам надо что-то универсальное, что-то жесткое. И поэтому мы берем дестабилизацию снаряда, и сегодня будем нагибулить на данной нагибаторской Мамонта рельсе, где вы сможете еще увидеть такое интересное сочетание еще и с краской ветеран. Я считаю, что это очень достойно, и уже за это можно поставить смело лайк. Пикаться будем в контроль точек, и будем, конечно же, надеяться, что сегодня нам удастся занять первое место, выиграть в нашем бою при этом всем раскладе, и посмотрим, что нам вообще преподнесет сегодня наш любимейший матчмейкинг, что у нас тут будет по картам. Начинаем с кунгурчика. Я не знаю, честно говоря, что тут на кунгурчике-то можно сделать. Я тут смотрю, что у меня не имеется резистов, не имеется дрона, потому что я тут параллельно записывал еще один интереснейший видеоролик, который, скорее всего, на канале уже вышел, а может быть еще и не вышел. Конечно же, я для себя выбираю дрон-защитник. Никакого другого дрона у нас в этом плане быть не может. Ну и давайте пытаться. Давайте пытаться начинать что-то здесь делать в данной интереснейшей катке. Я думаю, что стоит обратить внимание на какие-то определенные точки. Но вы видите, насколько медленный мой танк, и я, честно говоря, немножко не привык к тому, что рельса так долго перезаряжается. После скаута немножко непривычно в этом плане, но я думаю, что, в принципе, особо проблемы в этом плане не будет. Сейчас я немножко привыкну, и все у нас пойдет в этом плане довольно-таки жестко. Я смотрю, что против 3 или 4 жиги имеется. Это явно не есть хорошо. Ну ладно. На этом мы сегодня акцентировать внимание не будем. Я думаю, что как только у меня переодевалка появится, я быстро отправлюсь в гараж и переоденусь. Ну и посмотрим вообще, какой урон нам сегодня будет выдавать данная рельса с дестабилизацией. Возможно, будет падать довольно-таки неплохой большой урон. Может быть, не так часто, но я надеюсь, что где-то по 3 кассика мы сегодня урончик увидим. Ну и при всем этом раскладе, я думаю, что... Ну это не самая, наверное, удобная и приятная карта, которая нам могла бы выпасть. Поэтому я надеюсь, что сегодня еще карты будут другие. Будут более скиллозависимые для данного корпуса. Более маленькие в какой-то степени. И на этих картах я уже смогу показать более лучший результат. Но я думаю, что даже на этой карте не стоит отчаиваться. Нужно продолжать. Не смотреть ни на что. Несмотря на такое вот начало с не совсем... О, хорошую рельсу я там выдал на 5000 целых. Не совсем хорошей командой и не с хорошим началом стоит сейчас пытаться камбэкать все это дело. Ну и отправляться контрольной точки, безусловно. Не так уж много. Не так уж много здесь шансов имеется. Но все же стоит продолжать, стоит стараться. И по опыту тоже, к слову, у меня неплохо все складывается здесь. И рельса выдает довольно приятненький урончик. По тришка. Катика вообще часто вылетает. Я, честно говоря, только не знаю. Три Катика это вылетает. По безрезисту, или по резисту, или по ДАшному танку. Надо будет потом почекать. 150 урона. Вот, плохая рельса, в принципе. На 150 урона. Вторая рельса на 400. Значит, 800-ка вылетала. Плюс еще... А, нет, не 800-ка. Там еще плюс 50% резист. В общем и целом, довольно-таки неплохо. Пока что все складывается в плане рельсы. Но вот в плане катки все печально. Если честно, овердрайв на Мамонте, конечно, прожимать здесь можно смело. И еще и этого забирать отлично. Мамонтом можно. Но надо как-то пытаться выигрывать. Надо как-то пытаться выигрывать резист. Давайте я сейчас быстро поменяю. Магнумов я не видел в этой катке. Поэтому давайте, кстати, сменю этот резистик. Да и вообще, в общем и целом, что-то в последнее время маловато. Маловато, откровенно говоря, у нас Магнумов в боях. Как-то раньше их было немножко больше. Напишите вообще по этому поводу в комментариях, что вы думаете. Мамонтов поменьше стало. Ой, каких Мамонтов, говорю. Магнумов поменьше стало. Либо это мне так кажется, что их меньше стало. Первая катка проиграна. Занял я там второе место на 10 опта. Отрыв было у нас в бою. Но, в общем и целом, наверное, это не та вещь, на которую стоит делать акцент. А делать акцент исключительно нужно на том, что мы бой тот проиграли. Не сложился он благоприятный для нашей команды. Но вот сейчас Форест, ЦП. Продолжаем все в том же формате. Потому что первую катку не затащили. И тут уже надеемся на то, что все будет в этом плане довольно-таки неплохо складываться. Первую точку я уже забираю. Надеюсь, что сейчас прокнет небольшой. Хотя какой небольшой. Давайте большой урон. Семьсоточек это маловато. Что это такое есть вообще? Семьсот. Нам надо вот, чтобы падало по 3000 каждый выстрел урона. И будет вообще все шикарно. Например, по этому Хантеру. 150 урона. Да, неплохо. Чисто. Чисто я хотел много урона. Вот так, чуть-чуть. Чуть-чуть мало. Чуть-чуть мало выпал. Чуть-чуть-чуть мало. Пять резистов у противника от рельсы. У нас всего лишь три. Не то там не особо качаны. Если честно, эти резисты. Ну ладно. Мы не будем отчаиваться. Мы едем вперед. Мы едем вперед. Мы едем захватывать точку, которую у нас, к сожалению, сейчас забрали. По 3-4 рельсы надо выдавать от него нагибатору. К слову, я бы даже не сказал, что медленно перезаряжаются рельсы с дестабилизацией. Довольно-таки быстро все это дело перезаряжается. Но урон такой сверх большой какой-то не падает пока что. Возможно, это связано с тем, что большое количество резистов имеется у противника. Не знаю, зачем я сейчас прожал овердрайв на мамонте. Этого явно в этом эпизоде не стоило делать. Но ладно. Давайте подумаем, что все так и должно было быть. Мне просто, если честно, случайно нажал на кнопку. И я не хотел этого делать, но так получилось. Меня просто еще и бомбой берут и взрывают. В наглую. Ну а сейчас можно попытаться забрать левую точку, раз меня уж тут отреспело. То, в принципе, я думаю, что вот сюда, под левую зону, можно сейчас попробовать настрелять. Отличную тройную рельсу я выдаю. Если бы там еще этот урон был бы чуть побольше вылетал бы. Я думаю, что было бы вообще неплохо. Вот он по 700-ке вылетел. Ну, благо, хватило. Вот сейчас нулевой урон. Немножко плохо в этом плане. Но точку забираем. И все вроде как пока что более-менее в этом плане складывается. Еще один килл добиваю. И можно еще здесь жирного забрать, наверное-таки. Если он не будет сильно по мне дамажить. А, я понял. Ну ладно. Хантер прожимает овердрайв, и я ухожу на резку. Не совсем хотелось, конечно, этого делать. Давайте поиграем на левую зону. Давайте поиграем на левую точку. Ой, что-то чуть-чуть случайно у меня ушло в бок моя рельса. Ну давайте, 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 мамонты. Вы будете сейчас накидывать здесь урон. А я все равно поеду и буду забирать у вас точку. Количество аптек. Что-то я смотрю, что у меня уже все меньше и меньше, все меньше и меньше. Моих аптечечек вот. И как раз падает дроповая аптека. Прям вот по таймергу она падает. То есть еще есть сейчас овердрайв. Который можно более грамотно прожать. И здесь как-нибудь подсейвить нашу команду. Надеемся, конечно, на то, что у Хантера нет овера. Что здесь у Хантера есть овердрайв. Ничего хорошего в этом плане не будет. Мамонт как-то очень странно едет в упор. Может быть тоже овер есть. То есть не будем особо рисковать. Попробуем тут сквозные повыдавать пока что. Мамонт едет на минку. Отлично, мина есть. Давайте, 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 друзья. Вы так хотите нарез. Вы так сильно хотите нарез. Вы так ждете, чтобы я прожал овердрайв. Проблем нет, друзья. Если вы так хотите, я прожму. Я прожму, я вас солю. Не переживайте. Но пока что урон, если честно, мне особо не нравится. С дестабилизацией. Раньше мне казалось, что урона побольше вылетает. Явно побольше на этой рельсе. Сейчас что-то вот, если честно, поменялось в какой-то степени. И я вот, может быть, мне не везет в какой-то степени с уроном. Но пока что я большого урона особо не видел, чтобы он прокал здесь. Может быть, в какой-то степени просто потому, что я бью по резисту. И в этот именно момент выпадает большое количество урона. Поэтому мне кажется, что там урон маленький. На самом деле, по 50-процентнику, если там 1000 вылетает, то это уже довольно-таки неплохой урон с данным устройством. Ну и пока что надо контрить точки определенно. Давайте попробуем сейчас здесь так как-то сквозные повыдавать, что ли, рельсы. Первое место у меня. Довольно-таки неплохо все складывается, я вам скажу. Но акцент на левую зону нужно делать. Я понимаю, что наши тиммейты постоянно давят право за счет того, что у них респы более благоприятные для давления данной зоны. Но мне левая зона, я думаю, что будет более важная. Притом в раскладе то, что я все же должен чуть пограмотнее отыгрывать. Более внимательно в каких-то определенных ситуациях. Поэтому я думаю, что мне стоит подавить исключительно левую зону. 1200 урона по харьку вылетает. Что-то как-то, честно говоря, очень мало. Я думал, что побольше будет вылетать. А там получилось 430. Ну что это за урон? 600. Ну это не урон вообще, друзья. Что вы вообще думаете по этому поводу? Вы считаете это нормальный урон? Я считаю, что это очень маленький урон. Возможно, я что-то не знаю. Возможно, понерфили данное устройство. Но, блин, что-то урон меня явно не радует. Явно не радует у меня, друзья. Урончик, который падает здесь. Ну, мамонт зато. Мамонт это вещь. Мамонт это вещь. На ЦП это просто бомбочка какая-то. А вот сейчас 1900 урона без ДДшки я выдал. Как это работает, я не понимаю. 1900 без ДД. Так, без ДДшки я бы по 4К выдал бы по этому нагибатору. Как работает? Я вообще не шарю. Кто падает этот урон? Реально рандомный урончик. Постоянно. Но моя точка контролится. Я думаю, что даже бежать от нее я никуда не буду. Буду контролировать. Если уж мои тиммейты всемиром смогут проконтролить какую-то еще одну точку, то благоприятно мы данную катку выиграем. При том, на складе то, что тут всего лишь-то и нужно в этом формате контрить. Ну, две точки. И все. Можно выигрывать за счет контроля двух точек. Правую точку сейчас наши тиммейты забирают. Но я вот свою левую, правда, отдаю. Но вот времени-то уже мало. Но время-то уже играет на нас. Время уже, по сути, говорит нам о том, что данная катка выиграна. 13 секунд до конца. Отрыв 19 на 9. И я могу констатировать победу. Наконец-таки. Победу во второй катке. И еще и при всем этом раскладе. Первое место. Довольно-таки неплохой результат. Ну и давайте сыграем последнюю каточку. Честно говоря, не хотелось бы, наверное, мне сейчас на мамонта рельсе уходить в захват флага. Поэтому давайте я попробую сыграть в регби. Все же в регби в какой-то степени, если сейчас будет не совсем большая карта, мамонт можно довольно-таки эффективно использовать. Как в обороне, так и в атаке. И в общем и целом. Можно что-то интересное показать. На данном интересном корпусе еще и песочек падает. Просто великолепная карта. Для данного корпуса и для пушки в целом. Я думаю, что должно здесь что-то у нас получаться. Отправляюсь я уже на давление в левую зону, чтобы подобрать сначала здесь мячик. Ну а там уже можно выдавать какие-то шикарные рельсы. Вот на 4000 урона наконец-таки падает рельса тройная. Это очень-очень хорошо, когда так происходит. Было бы неплохо, если бы сейчас я, подъезжая к вражеской базе, уже был бы с овердрайвом. Но овера-ка у меня нету. И может быть я успею доехать. На 0 хп, на 0 хп, есть! Все отлично. Доставка, шикарно. На 0 хп, четко. Получается доставить первый быстрый мячик. Соточка уже имеется. Как быстро все у нас двигается в этом плане. Противники уже начинают бежать. А может у них там просто крит ошибочки падают. Не знаю, что там у них происходит. Но у меня все хорошо складывается в этом плане. И я уже газую за следующим мячиком. Безусловно, безусловно. Следующий мячик уже имеется. Ну и мы едем давить. Давить дальше. Давить, давить. Теперь-то у меня-то овердрайв уже есть. И я могу сказать вот так вот в любой момент. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну вот, открыт ошибка, правда. Открыт ошибка, правда. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. В этом плане я немножко недоволен. Недоволен этими крит ошибками. Лучше бы их, конечно же, тут не было. Ну ладно. Давайте надеяться на то, что сейчас я быстро вернусь. Уже возвращаюсь. 210 опыта. 2-0 ведем. Наши тиммейты там мячик везут. Я надеюсь... Нитру прожал, мне и так дропово это дальше. Нитра была. ДДшечка. Не успел, походу. Да, если и успел, то там урон все равно маленький какой-то. Прошел. Отлично! Блин, тройная была. Жаль, что тройная по третьему танку прошла без урона. Ну и у нас Мамонт тоже там ставит уже сходу. Неплохо получается, я вам скажу, друзья. Молодой какой-то спрашивает в видеоролик. Ну я же не буду ему отвечать, что это видос. Он меня сейчас как-то начнет попусить. И потом на респе сидеть буду. Ё-моё. Постароваться, безусловно, надо. Иначе ты некрасиво как-то в какой-то степени. С моей стороны будет 3500 урона. По безрезу. Без ДАшки. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Надеюсь, он Невердрайф сейчас не прожмет. Я поставлю, я поставлю, я поставлю, я поставлю, я поставлю. Я поставлю! Нет, нет, нет. А то нет, есть. Доставка шикарная. Чуть было, меня сейчас не нагнули здесь. Но доставочка имеется. И это... Отлично. Безусловно, отлично. Три минуты всего лишь катка идёт. Три минуты, друзья. Прошу заметить. Три минуты. 4-0 мы ведём. Из четырёх мечей три я поставил. Ну это максимально жёсткая катка. Ну вот просто. Сейчас если тут ещё контейнер падает, и я забираю контейнер, то вы обязательно должны поставить лайк на данный видеоролик. Смотрим, что у нас здесь. Но здесь у нас простой голд. Давайте чисто для видосика, чисто по красоточке. Сейчас мы на данном жирном мамонта. Легаси с рельсочкой. Хотел рассказать, заберём голд. Но мы уже выигрываем катку за три минуты. Три минуты, отлично. Отличный результат в регби. И возможно данный челлендж я рассмотрю, чтобы понабивать его в регби. Что-то как-то неплохо. Такая каточка у нас получилась довольно быстрая. Довольно чётко всё у нас здесь сложилось. И может быть стоит сейчас и вам, и мне обратить внимание на данный интересный режим. Потому что как-то всё очень чётко у нас сложилось в нём. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился. Если вы хотите, чтобы я записал в скором времени ещё видеоролики с данным нагибаторским. Какую, смотрите, мамонт Легаси. С рельсочкой вообще супер сочетание. Если честно, и сегодня, как по мне, оно реализовало себя ну на 90% так точно в двух режимах. То обязательно не забывайте прожимать лайк. Подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Также нажимать на колокольчик, чтобы всё у вас вообще было замечательно. И вы первыми узнавали о новых видосах. Ну и также не забывайте, что в 10 по МСК вечера у нас каждый день проходит стрим. И вы можете также заглянуть на него, если никогда не заходили, посмотреть. И, возможно, таки также пообщаться и поиграть вместе со мной. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok